всем привет я катаюсь по киеву сегодня у нас второе июня я сейчас еду по делам мне надо кое-каким делам там заехать и я еду встречи сегодня мне надо встретиться с одними девочками сейчас я к ним поеду попью кофе потом мы договорились еще с девочкой встретиться мы с ней познакомились встречались в турции в каппадокии вот она вчера вернулась из италии и мы с ней договорились что мы сегодня тоже будем пить кофе и вечером я иду на свои кульки потому что сегодня пятница потому что я тоже всегда бы не видела у нас сегодня прохладнее как 14 градусов всего лишь и днем теплее не будет может быть только градус два всего лишь но зато что следующая неделя опять там 30 и с лишним конечно погода такая качели в этом году вообще здесь погода весна очень она такая противоречивая весна противоречивая итак что я хотела вам вообще сегодня сказать мы сегодня пойдем в одно интересное заведение может быть я там сниму видео на подоле кафе 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 театр кофе я в таком заведении была но на майдане на майдане я была в таком заведении а сегодня на подоле два таких заведения есть ну или на худой конец просто запаренный в чашке молотый кофе запаренный в чашки вот такой я могу из кофемашин не могу у меня прям липус железа во рту и такой ну в общем я не люблю такой кофе ну и про кофе да раз я коснулась вопроса кофе кто же должен платить за кофе вот если мужчина с женщиной да идут может что же так дороги нет мужчина-женщина если идут пить кофе если мужчина-женщина идут пить кофе кто же должен платить за кофе да как бы я конечно думаю что мужчина или за кофе или за вино кто кто что кто на что кого приглашает да я конечно думаю что мужчина что касается мужчин у меня конечно слава богу в моей жизни такого не было чтобы меня пригласили или мы как-то договорились встретиться там допустим на кофе и чтобы я платила за мужчину нет такого жизни слава богу в моей не было единственное что у меня опять всегда такая натура ну я просто рассчитывал всегда сама на себя если я первый раз вижу человека я не знаю как у меня с ним сложатся отношения как как мы с ним будем общаться и так далее то есть я вообще человека не знаю может быть это первый последний раз да то есть и я всегда я не знаю его я не знаю на что он готов он вообще потратится на мой кофе или не готов то есть я всегда заказываю только то что могу оплатить сама первый раз это однозначно я всегда заказываю только то что могу оплатить сама и конечно же я никогда не наглею я имею ввиду что я не там начинаю там безумные какие-то дорогие блюда заказывать нет в любом случае ну и я честно говоря я же не гурман в еде вот если сейчас мы так еще скажем что я не гурман в еде я не гурман в еде совершенно не гурман поэтому мне честно говоря как то ну если я захотела есть то конечно я что-то себе возьму поесть но это будет такое самое обычное может быть самый обычный какой-то салат или еще что-то то есть без изысков я эти изыски не сильно понимаю да конечно я там попробую в основном я пробовала пробую такие какие-то вот где бываю в каких странах но я все эти блюда пробую но национальные я верю но так чтобы там с каким-то изыском или еще что-то там для меня это непонятно для меня это просто выброшенные деньги потому что я ем просто очень и просто только для того чтобы жить все все то есть я никогда не пойму вкуса блюда там за какие-нибудь бешеные деньги то есть какое бы оно ни было блюдо но если это стоят бешеные деньги я не пойму этого вкуса для меня это непонятно ну в общем так поэтому я всегда конечно заказываю только то что я за что я могу заплатить сама ну а вообще конечно я даже никогда не тянусь за кошельком когда меня пригласил мужчина даже никогда не тянусь за кошельком я даже нигде причем не здесь не в Европе настоящий мужчина он на то и настоящий мужчина что он должен ухаживать за женщиной понятное дело что это если мы встречаемся там допустим с семьями или как-то там сбрасываемся то понятное дело что там все поровну то есть там или мы там как-то с какими-то дружескими компаниями куда-то идем и так далее но если меня пригласил мужчина мужчина меня пригласил я даже не потянусь за кошельком потому что я считаю что настоящий мужчина он на то и настоящий мужчина что должен ухаживать за женщиной делать ей какие-то подарки и так далее потому что когда я иду на встречу к мужчине я иду всегда ухоженная с маникюром с педикюром красивая а это тоже стоит денег поэтому я считаю что свою лепту вот в его хорошее настроение я внесла да тем что я пришла и тем что я пришла не какая-то там растрепанная задрипанная а красивая что тоже стоит в принципе денег и настоящие мужчины это понимают так я приехала к моему первому месту поэтому пока поэтому я думаю что платить должен мужчина чтобы их питать наоборот в ней наоборот